Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале, с вами Виторган177. Сегодня я провожу очередной ивент в игре DayZ на сервере Процветание. Ивент заключаться будет в следующем. Нужно будет выжившим, то бишь игрокам, найти то-то, что я здесь запрятал. Условия ивента отображены в Дискорде, в канале Events. Я думаю, это будет актуально, аккуратно только для тех, кто на данный момент играет, безусловно. Кто играет, собственно говоря, тот и в этом ивенте сможет поучаствовать. Вопрос, будет ли вообще хоть кто-то в нем участвовать? Ивент заключается в том, что я написал рассказ, выдуманный рассказ, абсолютно, буквально придуманный на лету. Вот, привязал этот рассказ к местности, вот, разложил всякие ништяки на этой местности. И, прочитав этот рассказ, можно понять, где это вообще все находится и где ништяки различные разложены. Вот, значит, первым делом, да, то есть какие ништяки нас ожидают. Ну, я не знаю, может быть, изначально вообще ознакомить вас с рассказом, потому что, в принципе, пока что поблизости никого нет. Вот, наверное, зачитаю данный рассказ. Я думаю, многие отдыхали в деревне у бабушки. Деревня это классно, меня раньше очень сильно интересовала рыбалка. И вот, когда я приехал в деревню, одним из первых дел я шел на речку. Зачастую я наблюдал, как бобры отстраивали плотину. Очень интересное зрелище. Для них это была плотина победа, а для меня рыбалка неудача. Но я не расстраивался и шел в гости к дяде Коле. Жил он недалеко, на другой стороне реки. Благодаря плотине можно было речку перейти по мелководию. И там по дороге налево, не помню, какой его дом был по счету, но он был большой, ближе к концу деревни. Хороший был мужик, не бухал, как большинство других мужиков в деревне. Пил что-то мутно-белое и говорил, что это кефир домашнего приготовления. Но меня не угощал, мол, маленький, я для этого напитка. Пока он пил свой кефир, я играл в компьютер. По соседству жил дядя Коле друг. Не помню, как его звали, но по тем временам у него было то, что было не у всех. Это машина. Любил просто смотреть, как он ковырялся с ней. Вечно из нее что-то текло, а он ремонтировал. Хоть это друг дяди Коли и был богатый, но домик был у него небольшой. И все в деревне говорили, на что он тратит деньги. А может и вовсе их не тратил. Вот такой вот маленький рассказ. Значит, Такой вот рассказик. Значит, что у нас получается? Смотрите, ребята. Здесь у нас Здесь у нас Есть Плотина. Ну, естественно, эту Плотину далеко не и бобры строили. Но мелководье здесь присутствует. Но мелководье можно и не пользоваться. Можно банально пройти по Плотине. Как было сказано, что После того, как перейдешь речку по мелководью, Нужно повернуть налево. Да, то есть, как там это было? Повернуть На другой стороне реки. Благодаря Плотине можно было речку перейти по мелководью. Налево. О, да. А там по дороге налево. Вот по дороге налево. Значит, Написано, что не помню, какой это дом был. Но ближе к концу деревни. И дом был этот большой. Вот он, этот самый большой дом. Не знаю. Там, конечно, Тоже есть большие дома. Но там не конец деревни. Не ближе к концу. А здесь ближе к концу деревни. И вот он, этот самый большой дом. Вот. Значит, Заходим в этот дом. Да, давайте зайдем. Наверное, это будет правильнее всего. Так. Вот. Я здесь, короче. Заходим в дом. Заходим в комнату. Здесь валяется удочка. Здесь стоит компьютер, на котором, типа, я играл. Моя удочка, типа, рыба осталась еще с тех времен далеких. Здесь у нас нишчайки в виде консервных банок, кстати говоря, да? То есть это консервы лично мною были приготовлены, если что. Вот так, закрываем это все дело. Выходим. Это одна из плюшек, так скажем, да? А по соседству, как я написал, жил дядя Колин Друг. Вот он, дядя Колин Друг, который вечно сковырялся машиной, и из нее что-то текло. Ну, давайте откроем капот. В капоте нет радиатора. Если что. Вот. Откроем багажник. В багажнике у нас, ребят, имеется... Значит, лежат АКМ-ы. Плюс кофемашина, кофеек лежит, рожки, патроны. Вот. Также воткнул сюда канистру. Еще плюс два АКМа. Еще стоит у нас также, ребят, здесь кассета. Аудиокассета. Давайте я послушаю эту кассету. Ну, это немножечко не то. Не то, так скажем, комарова. Ну, я думаю, что примерно вы понимаете. Так, никого нет еще. А то я сейчас спалю, здесь все на свете. Так, а это, значит, домик дяди Коли. Ой, фу, друга дяди Коли. Домик дяди Коли. Значит, у дяди Коли здесь вот есть вот такой вот ящичек со всяким лутом. Да, вкусненьким лутом. По-другому этот лут не назовешь. Он реально вкусненький. Плюс там ножичек лежит. Вот, а еще было сказано, что дядя Коли был богатый. Фу, дядя Коли, друг дяди Коли был богатый. Вот, друг дяди Коли был богатый, но деньги он, судя по всему, никуда не тратил. Так, домик у него маленький. Вот, и вот здесь у нас лежат денежки. 150 тысяч. То есть, в принципе, найти это все не так уж и сложно. Нереально не так сложно найти. Вот, главное немножечко постараться. Вот, меня сейчас никто не видит. Я в невидимке нахожусь, если что. Остается только ждать. Будем ждать, придет ли кто-нибудь. Вот, очень, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки ивенты этот народ заинтересовал. Буквально сегодня я проводил опрос голосования, так скажем. Опрос голосования, без разницы. Вот, какие ивенты больше нравятся людям, проголосовал за ивенты, которые ПВЕ. ПВТП особо народу не заходит. Оно, в принципе, и понятно. Сервер-то изначально ПВЕ, да? То есть, как бы, люди сюда приходят не для того, чтобы стрелять. Вот, а для того, чтобы мирным образом существовать на этом сервере. Просто ходить, лутаться, развиваться, деньги зарабатывать, строиться. Там, в принципе, механик-то в игре очень много. Поэтому, действительно, здесь есть чем заняться, помимо стрельбы по друг другу. Вот, я из-за этого, в принципе, и пришел на ПВЕ сервер. Мне, честно говоря, вот эта стрельба друг по другу у меня как-то вообще не особо заходит. Вот, так что, как-то так. Ну что, остается только, ребят, ждать, на самом деле. Я не знаю, как долго я здесь прожду. Вот, я надеюсь, что не очень долго, потому что ожидание это, знаете ли, такое себе. Безусловно, для вас я промотаю этот момент, да? И, наверное, уже появлюсь тогда, когда здесь кто-нибудь появится. Так, у нас есть тот, кто к нам подъезжает. Было сказано про плотину. А вдруг здесь что-то есть возле плотины, да? Ну-ка, ну-ка, давайте-ка посмотрим. Кто-то близок к цели, а это кто-то, это батрушка. Так, все верно, все верно. Пока что все правильно. Это плотина добра. Она так и называется. Да-да-да, здесь у нас мелководие. Не знаю, что конкретно она бы хотела здесь увидеть. Дошла до середины плотины, вернулась обратно. Так, побежала сюда. Что здесь может быть? Угу, не то. Ну, в принципе, это тоже можно назвать концом деревни. Но только конец этот с другой стороны. А куда она делась-то? Вот что-то нашла. Не зря, уже не зря приехала. Даже если не поучаствует в Увенте, ну, по крайней мере, уже хоть что-то, так скажем. Дождь идет, мокрый, наверное. Так, тем временем. Батрушка уже дошла до автомобиля. Чтобы багажник... А, у этой машины багажник не открывается. Поэтому, да, наверное, чтобы попасть в багажник, нужно... Это самое. Ну, ты ж по Увенту приехал. Не зря, что я на плотину бегала. Это ж по-любому. Не просто так. Ну, хоть кто-то. Но мне прям будет очень приятно, на самом деле. Потому что, вот, кроме нее, никто больше не участвует, на самом деле. Прям немножечко даже обидно. Я думал, все-таки кто-то там еще поедет. Я периодически поглядываю на карту. К сожалению, никого больше не вижу, кроме ватрушки. Ну, ей оттого будет легче, на самом деле. Нет, это еще не здесь. Это не здесь. Но мне, на самом деле, очень интересно. Прям вот, достигнет ли ватрушка нужного результата. Так, она пришла и поняла. Так, это не река, ни хрена. Здесь что-то как-то все заканчивается. Ну, как бы просто эта история. Она не то, что прям очень сильно, как бы, это должна быть идеально подходящая под местность. Вот. Ну, примерно должно быть... Ой, смотрите, а здесь какой круг выложенный, да, камней. То есть, это как-то так задумано, что ли, кем-то. Как часы, как будто, да? Хотя нет, для часов слишком до хрена ко мне. Дальше, дальше, блин. Вот прям мне так уже хочется, на самом деле, подсказать. Но я считаю, что все-таки еще рановато подсказывать. Рановато. Также я пообещал помочь найти все предметы, если человек будет близок к победе, да, то есть, как, ну, только вот, будет выше, будет выйдет на финишную прямую. Ну, хотя бы найдет, если гараж, да, то есть, гараж найдет с машиной, да, и хотя бы один из домиков найдет, вот, то второй домик, я думаю, уже покажу. Если вдруг не получится самостоятельно. Уже она близка к истине. Смотрите, да, то есть, где она находится. А, о, да, вот здесь она где-то бегает. Ватрушка где-то здесь бегает. Вот она, она бежит, бежит, бежит. Вот, а наш домик, вот он. То есть, в принципе, она бегом, блин, бегом добежала до этого места. Отстреливая одного за другим зомбаков. Офигеть. О, совсем рядом. Вот же дом. Ну же, ну же, ну же, ну же. Ну, она победит, это стопудово. Она лутает практически все подряд. Практически каждый дом заходит. Продолжение следует. Ящик залутал Надеюсь мои шаги Я ставлю примерно где-то напротив нее Я очень надеюсь, что мои шаги не слышат Бегает зомби, отстреливает Ну, явно по ивенту Явно по ивенту идет Прям вот Тютелька к тютельку Ты где? Ку-ку! А, вот Хорошо, что хоть светло Ну, я как бы специально дождался Во-первых, перезагрузки сервера Это раз Потому что сервер перезагружается раз в 3 часа Во-вторых, я дождался полноценного дня Чтоб светло было, да? Чтоб снимать было нормально Я так предполагаю, она сейчас читает И пытается привязать Написанное к существующему на карте А по соседству был домик Ну, домик же по соседству А сосед был богатый У него был автомобиль Вот Но из автомобиля что-то текло Поэтому на автомобиле так просто взять Чтоб и уехать, наверное, не получится Ну, сейчас залезет в гараж По-любому, по-любому зайдет в гараж Ну, по соседству, ну же Ну же, по соседству Кто тут? В смысле, кто тут? Она меня не может слышать Она не может меня слышать Но в любом случае Она не может меня слышать Единственное Единственное, вот у меня подозрение А вдруг Все-таки это Она шаги мои услышала Так, ящик выложила О, пошла, пошла, пошла Пошла в дом Пошла Лутает ящик Ну, там всякие вкусняшки Но я показывал Но это не все Тут еще и деньги Деньги нашла Она почти все нашла Кроме машины Хватай, да беги Че их считать Пытается что-то найти Ну Ну повернись налево, блин Она в табе ходит Она в табе открыла И идет Что-то пытается на земле найти И прошла мимо Машины Не, на самом деле Это очень сложно Реально сложно Чисто по написанному Чего-то там Это, да То есть Написанному в тексте Выполнить ивент Ивент, кстати Почти выполнен То есть Осталось найти машину То есть Два элемента То есть Ну Эта девушка Как бы Наверное Об автомобиле Она думает Далеко не в первую очередь Вот Именно вот О домиках О домиках Она подумала А вот Об автомобиле Нет Ну Это дядя Коля Это друг его Друг богатый У него была машина Машина была У друга Дядя Коля Я параллельно Переписываю Сейчас в дискорде С ватрушкой Она пишет Дженниров На сервере Процветания Задает вопросы Я ей намеками Отвечаю Она в принципе Нашла все Кроме автомобиля То есть Вот Не знаю почему Она почему-то Прошла мимо Она Сто процентов Шла в табе Как бы Вот в табе шла Да Вот отсюда Вот сюда Вот она шла в табе То есть Открыла таб И шла И когда таб Открываешь То естественно Не видно Что у тебя Вокруг практически Ну практически Не видно Там мутно очень Что вокруг тебя происходит Я тебя поздравляю Я несколько раз Прошла мимо сарая Да Я даже не заглянула в него Ты наверное в табе была Да Я так понимаю Я пыталась Мы разговаривали С другом дискорде Я пыталась Из рыбы Косточки сделать Чтобы сделать Крючок для Удочки Чтобы возможно Что-то дальше сделать Багажник заглядывала Я еще смотрю Я еще смотрю Первый раз Вот просто Вот Выбегает Из дома Вот так вот Пробегает Вот Здесь что-то встало Стоит Я думаю Как тут Машину не увидеть Боковым зрением Ну Не-не-не Я вообще не смотрела А вот ваши Зевания И какие-то шорохи Меня очень Убрали Это я зевал Витя спалился Ты что за зевал А вы не слышали Я говорю Да-да-да Я Я специально не стал Ничего говорить Я зевнул А Евген ты спалился Когда-то вон там В углу шорохался Да-да Вот это шоркнулся Причем я еще Ну На второй экран Перехожу В дискорде Пишу Вдруг возвращаюсь Обратный И такое Вот это шорканье Резкое А вот здесь Я думала Змеи Потому что Я за тобой Короче бегал Когда-то Вот в этих домах Уже бегал Я за тобой Просто по пятам Бегал Так Ну Видимо Когда я здесь На кучу Забежал Загляни Загляни в багажник На самом деле Тут как бы Продолжение истории Немножко будет связано Давай Разберемся Сможешь ли догадаться Что здесь Что здесь еще От истории осталось Ой Памочки Его убили Я кости же не найду Нет Нет Костей его не будет Нет В плане истории Там Он и постоянно Машину ремонтировал Кофе Да Машину ремонтировал Постоянно И из нее Что-то текло Вот То есть Это может быть Как-то влиять На техническое состояние Автомобиля Возможно Радиатора По-моему Да Да Вот В принципе Если Радиатор Восстановить Все это Можно будет Увести На этом автомобиле Вот Как хорошо Что я запасливая У меня один Или два Запасных радиатора Всегда в машине Аккумулятор Тогда вообще проблем Не будет Обалдеть Я даже Стук никогда С собой не вожу Но это классно Молодец Я думаю Тебе будет проще Я просто боюсь Твою заруинить И На всякий случай Если еще найду Ну правильно Правильно Спасибо Большое Спасибо тебе Огромное за участие Ты единственный Кто участвовал В этом ивенте На самом деле Хотелось бы привлечь Максимально большое количество Игроков К ивентам различным Далеко не первые И не последние Буду проводить Как можно чаще Я думаю Будет очень интересно Ну а на этом Давайте мы Наверное Закончим Ивент прошел На самом деле Очень классно Победила у нас Ватрушка Еще раз ее Поздравляю с победой В этом ивенте Заходите Ребят К нам на сервер У нас Как видите Весело Проводим Различные Ивенты Тем самым Вы можете Легко Заработать Как деньги Так и собственно Получить Различные Ништяки Которые Помогут Вам в развитии Вот Ссылочки Ребят Под видео У нас На сервер Процветание Группы ВК Имеется Там Заходим В дискорд Заходите На сервер Играйте С нами Будет весело Все Ребят Всем огромное Спасибо за просмотр И всем пока